Всем привет! Вот копался я в своей библиотеке и нашел комплект открыток активного сторонника и пропагандиста передовой методики обучения, как написанного в аннотации к изданию московского книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля. Называются они «Картины по русской истории. Москва, 1908-1913 года». Историк и педагог Князьков Сергей Александрович был приглашен к Небелям для составления плана редактирования написания пояснительного текста картинам по русской истории, картинам известных художников. Первая картина называется «Съезд князей в Уветичах». Картина Сергея Васильевича Иванова, русского живописца, академика Императорской академии художеств, который участвовал в проекте «Картины по русской истории» Иосифа Николаевича Кнебеля. Итак, пояснительный текст к этой картине. Совет князей по древнерусски с ним – орган государственной власти феодолов, решавший важнейшие вопросы общественной организации, государственного строя и внешней политики Древней Руси. Мирные собрания князей и родичей или союзников сопровождались пирами, князья обменивались визитами, подарками. Пояс временных лет описывает и другие съезды, собиравшиеся во время кровопролитных междоусобных войн и разорения русской земли неприятелям. Так, в 1097 году князья собрались в Любичи для установления мира и говорили друг другу, зачем губим русскую землю, сами на себя ссоры навлекая. Аполловцы земли наши расхищают и радуются, что нас раздирает междоусобные войны. До с этих пор объединимся чистосердечно и будем охранять русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей. Князья разделили власть над главными землями Древней Руси и поклялись вместе выступить против того, кто покусится на установленный мир. Во время раздоров князья съезжались одни или с небольшим числом бояр при оружии, а их дружины стояли в отдалении. Картина Иванова изображает типичный снем для решения спорных вопросов. Князья заключили между собой мир у Ветичих 10 августа 1100 года. Того же месяца, писал летописец, в том же месте братья все собрались. Светополк, Владимир, Давыд, Олег. И пришел к ним Игоревич Давыд и сказал, «Зачем звали меня? Вот я. У кого на меня жалоба?» И ответил ему Владимир, «Ты сам прислал к нам. Хочу, братья, прийти к вам и пожаловаться на причиненную мне обиду. Вот ты и пришел и сидишь с братьями своими на одном ковре. Так что же не жалуешься? И на кого у тебя жалоба?» И не ответит Давыд ничего. Но, видимо, его молчание было красноречиво. Оно сколыхнуло старой обидой, и князья бросились к стоящими неподалеку коням. И стали братья на конях, и стал святополк со своей дружиной, а Давыд и Олег каждый со своей отдельно. Все же смирив свой гнев, князья вновь уселись на ковер переговоров. А Давыд Игоревич сидел в стороне, и не подпустили они его к себе, но особо совещались о Давыде, потому что крепко были на него обижены. «Вонзил бы нос в нас, чего не было на русской земле», говорили они. Съезды играли важную роль и во внешней политике. Последний общерусский с ним в Киеве решал вопрос о войне с монголо-татарами. Нас с ними собирались и князья отдельных земель, Владимира Суздальской, Черниговской, Рязанской и пограничные властители. Русские князья съезжали с польскими, чешскими, венгерскими, литовскими, половецкими и другими. На больших съездах присутствовали союзники и вассалы князей, их многочисленные бояре, иногда и церковная знать. Вот такое описание из издания Кнебеля «Картины по русской истории» в картине Иванова «Съезд князей» Ветичах. Все, всем пока, всем привет. Вот мы смотрели на эту картину из издания Кнебеля, картины по русской истории. Пока-пока, до свидания.